привет друзья это очередной выпуск географии инвестиций мой публичный портфель и так уже прошла вторая неделя октября и давайте заглянем в мой портфель и посмотрим что в нем изменилось а в моем портфеле особо за эту неделю ничего не изменилось мы также находимся в минусе на практически два с половиной процента минусуем чуть больше десяти тысяч рублей в данный момент на брокерском счете у меня 406 тысяч 258 рублей и так что же я делал на этой неделе большое падение просадку показали такие бумаги как бристель-майерс очень хорошо у нас пускалась до отметок ну почти под 56 долларов за акцию бристель-майерс опускался и я небольшими партиями по две штучки блесенкой покупал практически каждый день эти бумаги но под конец недели они немного воспряли и показали рост ну небольшой там в три процента они адрес отросли от минимумов этой недели также я поступал и из компании вырезан компания показала падение и я увеличил свою долю у меня сейчас в портфеле вырезан занимает практически лидирующую позицию по сделке закупил я сорок одну штуку на сумму две тысячи ну две сто пятьдесят практически в данный момент они у меня находится в минусе минусует на три с половиной процента убыток составляет 78 долларов 58 центов но наметился рост наметился бумаги рост и я думаю он продолжится если мы опять спустимся к отметке 52 51 то опять же на этой отметке я думаю буду докупать еще несколько акций этой компании полиметал показал небольшой рост у меня в портфеле их на 46000 почти на 47000 36 штучек полиметалла я покупал и на просадке я еще до купил 10 штук и того у меня в портфеле сейчас 36 акций и мы ждем от этой компании роста в район 1800 2000 рублей за одну акцию и на ломкам все также в аутсайдерах компания как-то не показывает роста но не знаю мы пока и держим посмотрим какие дивиденды будут в декабре закрытие реестр акционеров по моему 29 декабря но пока такой информации точной нету и по прогнозам какие какова будет сумма на выплаты дивидендов пока неизвестно поэтому мы ее держим и следим за новостями про дивиденды компания руссаграм также ушла в небольшой боковик максимумов этого года когда акция торговалась в районе 1264 рубля мы пока не видим я поставил стоп заявку и собираюсь ее продать по цене 1300 рублей за акцию если конечно она дойдет до этих отметок в весной 2022 года дивидендные выплаты по акциям руссагра пронируются в районе одного доллара 30 центов но это пока опять не известно так что мы следим за новостями по этой бумаге и пока держим продавать на ее не будем евро и доллара также торгуются на минималках и как бы отрастать пока не хотят наверное нет никакого новостного фона для того чтобы наш дорогой всеми любимый рубль наконец-то ослабил и показал хороший рост евро и доллара и так я завел одну группу назвал ее ждем цену для покупки и добавил в нее такие компании как татнефть кстати татнефть вот как закон подлости если я из нее выхожу она показывает силу если я из него не выхожу она показывает слабость то есть перед прошлыми дивидендами я остался в ней то есть получил я дивиденды и компанию не закрывал я на после закрытия реестров акционеров красивенько как я и предполагал откатилась на отметку 500 рублей за акцию сходила на 490 480 где я немножко опять же и докупил вот но в этот раз мой прогноз не оправдался я рассчитывал на то что татнефть все-таки сходит на 500 ближайшие дни после закрытия реестра акционеров и закрылся я раньше на закрытие реестра акционеров но практически в этот же день я и закрывал позицию и что мы видим небольшой гэп дивидендный который был и мы увидели ту же цену по которой я и закрыл позиции по этой бумаге надеюсь на 600 они не пойдут потому что я не в этих бумагах я все-таки надеюсь что мы сходим 500 увидим 409 90 480 где я смогу сформировать позицию по этой бумаге что касается банка хаттингтона который я тоже добавил в эту группу и жду цену ниже 14 в районе 14 я поставил оповещение и вот этих отметок я уже буду ее покупать но как мы видим я закрыл ее по 16 долларов за акцию и она также ходит на этих отметках чуть чуть больше чуть чуть ниже отметки 16 долларов за акцию но я надеюсь все таки что предстоящая неделя отчетов и который открывает банковский сектор на 5 же у хаттингтона на мой взгляд будет очень хороший отчет поэтому цену 14 долларов за акцию мы скорее всего ближайшее время не увидим и еще я добавил одну бумагу это x5 retail group у ней я жду цену в 2200 рублей за акцию именно с этой отметки я и планирую формировать у ней позицию по компании обещают хорошие дивиденды закрытие дивидендов реестра акционеров на выплату дивидендов будет в декабре и вот здесь я укажу какая сумма дивидендов будет на одну акцию вот так что пока мы следим за ценой этой компании и когда она достигнет отметки 2200 я начну ее потихоньку добирать свой портфель и а добирать я ее буду за счет как раз вот этих облигаций которые я бы я брал на случай если все-таки подвернется на рынке то бумага по той цене которые я готов ее взять то я продаю облигации и покупаю именно либо татнефть либо x5 retail group пока все то есть портфель у меня за эту не неделю не вырос не уменьшился мы стабильный к так находимся в боковичке поэтому следим за ценой ждем роста тех компаний которые у нас есть и ищем новые инвестиционные идеи как в которые можно будет инвестировать свои денежки на этом все спасибо что досмотрели видео до конца внизу в описании есть ссылка на открытие брокерского счета до новых встреч делитесь этим видео социальных сетях подписывайтесь на канал впереди много интересного а я вам говорю до новой встречи на проекте географии инвестиций всем пока проекте география инвестиционные вот я вам говорю я вам говорю в